Документы и фотографии Гусенобродский мусорный полигон Сегодня проверили общественники Для соблюдения экологического законодательства Уже сделано многое А в ближайшее время работа полигона Еще изменится Так будут вести подробный учет Возимого мусора А для обработки машин на выезде Приобретут специальную установку Михаил Якимов о грядущих изменениях Расскажет подробнее На Гусенобродский полигон Привозят мусор со всего правобережья Новосибирска Свалка городская, но по федеральному закону Должна находиться за пределами города Выход из юридического тупика найден И даже границу Новосибирска Не пришлось переносить По генплану были Границы муниципального образования Будут утверждены Которые будут единым целым И граница населенного пункта Из которого будут убраны Вот эти три земельных участка На которых размещается Гусенобродский полигон И переведены в категорию Специального назначения Что мы можем будет эксплуатировать Как полигон Но важно, чтобы главная свалка Новосибирска Не только продолжала работать Но и природе не вредила Основное требуется рекультивация Этой почвой Потому что полигон 67 года Практически 50 лет Накопил там в пятиэтажный дом Мусор Часть территории полигона Уже рекультивировали А каждую машину с мусором Проверяют дозиметром Чтобы не завести радиоактивные отходы В этом году начнут вести Точный учет мусора Планируем, что через два месяца То есть работа на обоих полигонах Пойдет по весам И соответственно все вот эти вот разговоры Сколько у нас мусора Ну то есть они исчезнут Потому что мы просто будем работать по весам Это не единственное техническое новшество Ванна для мытья колес мусоровозов Выезжающих со свалки Плохо себя зарекомендовала Поэтому нашли новые установки Для очистки машин Их приобретут Как только появятся средства Дорога, по которой отходы везут Вглубь мусорного полигона Это сплошная грязь Проехать по ней может Только большая грузовая машина Вокруг горы строительного мусора Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию В ближайшее время Этот мусор высыпят на дорогу Но чтобы благоустроить ее на самом деле Нужно повысить тариф Хотя бы на 30 копеек С каждой тонны мусора Предприятие спецавтохозяйства Получает 255 рублей Все доходы идут на зарплату сотрудников И обслуживание техники Чтобы проложить хорошую дорогу По мусорному полигону Нужно дополнительно 4 миллиона рублей Михаил Якимов, Денис Савинский Новосибирские новости Спасатели сняли двух подростков С дрейфующей льдины Сейчас льда осталось немного Только в Затоне и верхнем бьефе реки Аби Сезон подледного лода закончился А многие уже начнут рыбачить С резиновых лодок Сотрудники МЧС тренируются Спасать людей из холодной воды За учениями наблюдал Александр Потенихин Как только поступает сигнал Спасатели молниеносно Отправляются на вызов Это учебное спасение Но счет идет на минуты Важно выполнить нормативы После получения сигнала Необходимо экипажу собраться На выходе из здания И бежать до транспортного средства То есть собраться, успеть одеться И добежать до катера за одну минуту Сезон зимней рыбалки закончился Но спасатели продолжают тренировки По вызволению людей со льда Или из холодной воды Отрабатывают каждый шаг Ведь от этих действий Порой зависит чья-то жизнь Рассказывают и о том Как продержаться Пока подоспеет помощь Так можно больше двигаться в воде По мере возможности Махать руками Ну если что-то еще есть Ну вообще руками машут Ну кричат, конечно Ну а если есть силы Как правило Если уже долго находятся в воде Ну в такой воде Вот 5 до 10 минут максимум Потом уже шансов нет Несколько дней назад Основы спасения на воде Пришлось применять на практике Тогда спасатели Отреагировали оперативно Два подростка дрейфовали на льдине В районе села Новолуговое На реке Иня На место происшествия Выехали аэробот И аварийно-спасательный автомобиль Аэробот обнаружил их на реке Подобрал на борт И уже позже передал Скорой медицинской помощи Ну к счастью Все обошлось без происшествий В медицинской помощи Они не нуждались Сообщить о чрезвычайном происшествии Можно по телефону Единодиспетчерской службы 112 Александр Потенихин И Данил Смирнов Новосибирские новости 80% лесных пожаров В городе Происходит по вине человека Сотрудники города Ленхоза Просят внимательнее Обращаться с огнем В первую очередь Надо создать правила Пожарной безопасности В лесах Не допускать резвения костров В пожароопасный период Под кронами молодняков особенно Не бросать мусор Желательно Я вот всех новосибирцев прошу Потому что при возгорании Обычно поджигается мусор Мы не можем точно сказать Где именно будет возгорание То есть если человек Не соблюдает правила Бросил окурок в спичку Это же везде может быть Неаккуратность человеческая Вот и все Лесные пожарные Готовятся к работе Независимо от того Какой прогноз дают синоптики Будет ли жарким Или дождливым Лето Возгорание все равно не избежать За пожарами В городских лесах Наблюдают земли Установили 6 видеокамер За ними следит диспетчер Сегодня сотрудники Горзеленхоза Продемонстрировали готовность Техники И потушили учебный пожар Когда возгорание Значит Самое главное Ее обнаружить Нам сообщают Обнаруживаем пожар Выезжаем И все Локализация Ранцевыми огнетушителями Помпы Бывает и захлестывание И лопатами закидываем Как по обстановке действуем Короче В городском архиве Сегодня представили Необычный календарь Жизнь Новосибирска В годы Великой Отечественной войны Уникальное издание Календарь Выпустили в форме книги Из которой читатели Узнают о значимых датах Событиях И людях Александра Медведенко Первая перелистала календарь И узнала О чем просили Сталина И чем жил город В годы войны Календарь в формате книги Издание необычное И по исполнению И по содержанию На страницах календаря Копии уникальных документов И фото из архивов Прежде снимки Можно было увидеть Только на тематических выставках Важно было Посмотреть Найти документы Посмотреть на эту историю Предъявить документы Доказательства того Как это было все непросто Как это было все необыденно Какого труда это стоило Издание дополнили статьи Архивистов и новосибирских краеведов Об истории войны и эвакуации Эта книга стала частью Многолетней акции Эстафета патриотизма поколений Четыре года Великой Отечественной войны По каждому году Великой Отечественной войны В этой книге Как раз есть календарь Больших событий Которые в те годы Проходили в Новосибирске А книга Эта Находит воплощение В том, как тогда Новосибирцы работали Что они делали Какие заботы у них были А заботы, судя по архивным данным У новосибирцев были не только трудовые Но и вполне личные Меня очень впечатлило Насколько менялась жизнь Врачей Не только Касательно работы Изменившихся условий работы Но и их личная жизнь Там есть документы, заявления С просьбой Перевести к мужу С семьей С несколькими детьми Здесь представлена Лишь часть документов Которые вошли в календарь Есть здесь и официальные Такие, как решение Горисполкома О проведении Выставки картин Третьяковской галереи Или о проведении Лыжной гонки А есть здесь Также личные просьбы А вот это вот Письмо Сталину От баяниста Стрельникова С личной просьбой Выдать ему баян Чтобы поднимать Дух Красной Армии Своими выступлениями Оно написано Заведующим отделением Глазной клиники И просьба баяниста Не осталась Без внимания Ему выдали инструмент Пока что издание Вышло ограниченным тиражом Но уже в сентябре Книжных календарей Станет в разы больше И желающие смогут Познакомиться с уникальными Документами Лично Александра Медведенко Дмитрий Канн Новосибирские новости Кто лучше всех Приготовит десерт И сможет управлять Отелем Студенты со всей Сибири Из Казахстана Доказывают друг другу И экспертам Что уже стали Профессионалами Конкурсы Максимально приближены К реальным условиям работы А значит Участники смогут Ощутить Что ждет их в будущем Какие навыки Необходимы для победы Об этом Екатерина Макаркина Закуски из морепродуктов Десерты горячие Готовят студенты Счет идет на минуты Это чемпионат Молодых профессионалов Участникам заранее Ничего не известно Даже продукты Из которых предстоит готовить Определяют тут же С помощью жребия Победит тот Чей профессионализм Не меньше Чем фантазия Старсоустойчивость Это конечно Тоже немаловажно Вы знаете Ну и конечно Навыки умения Это обязательно Соблюдение санитарии Соблюдение всех норм И правил И техника безопасности И также охрана труда Это наверное Самое такое основное Чем и должен Обладать победитель Студенты сегодня Применяют знания На практике Эксперты оценивают Участников По международным стандартам Участвую все-таки Для опыта Чтобы набраться Для будущей профессии Как-никак Заканчиваем университет Уже третий курс Конкуренция на чемпионате Высокая За победу сражаются Представители Новосибирских вузов Студенты из соседних городов И команда из Казахстана Мы приехали с командой Привезли сюда Участников По номинациям По компетенции Ресторанный сервис Поварское дело И предпринимательство Этот конкурс Он обретает Такой международный уровень Предпринимательство Ресторанный сервис Поварское дело И администрирование Отелей Лучших Определят в каждой номинации Именно на чемпионате Студенты могут понять Что их ждет На рабочем месте Мы считаем Если Вот эта неделя Конкурсная У нас Нам позволит Получить результаты Не только в конкурсе Но и Вот эти 800 студентов Которые сейчас В аудитории Тоже получат ответы На свой вопрос Мы считаем Что успешный Будет чемпионат Сейчас проходит Только первый этап Состязаний Победители смогут выйти На всероссийский уровень Екатерина Макаркина Олег Мощевитин Новосибирские новости Кем гордится Новосибирская область Выбери своего героя 50 финалистов В 10 номинациях Претендуют на победу В первой региональной премии Народный герой Голосуй за достойных На сайте НСК.народныйгерой.рф Генеральный партнер премии Газета Ва-Банк В Новосибирске Новосибирцы ищут новых хозяев Для дворняги По кличке Дана Собака сейчас живет в приюте Но волонтеры надеются Что у нее будет свой дом О непростой собачьей судьбе Вероника Иванова Елизавета Бражник Увидела Дану Дворнягу с благородными корнями Овчарки У новогодней елки С отмороженными лапами Мимо пройти не смогла Тем более в год собаки Изможденному животному Тогда нашли хозяйку И казалось бы Собачья жизнь наладилась Лапы зажили Но новая хозяйка Серьезно заболела И собака вновь на улице Теперь Дана живет здесь В одном из краснообских приютов Для животных В каждом вольере По пять собак В нечеловеческих условиях По человеческой милости Ни о какой сахарной косточке Конечно же речь не идет Едва хватает на кашу Ну и на этом на самом деле спасибо Каждая из этих собак Ждет своего человека И теплый уютный дом Гуляют с собаками здесь редко Приют временный вариант Держится все на плечах волонтеров Неравнодушные помогают с кормом Прививками Ищут в том числе для Даны Дом вместо конуры Через соцсети Новому хозяину Своей любимице Елизавета Приготовила трогательную открытку Собака с косточкой Забрала бы собаку и сама Но у ребенка аллергия Она очень ласковая Она добрая Она молодая Она здоровая Ей два года Она стерилизованная Щенков у нее уже не будет Вот на днях мы ее прививаем Мы ей давали лекарства От глистов и от блох Не все псы попадают в рай Но некоторые попадают в песокафе Что почти одно и то же Да она среди претендентов Она очень социальна Она очень хорошо общается с детьми И в принципе вообще Симпатяга То есть если кто-то хочет друга Вот верного То пожалуйста обратите внимание В кафе к собаке Дане Пока присматриваются Конкурс высокий Берут сюда хвостатых поспокойнее Темпераментным подвижным собакам Привыкшим к уличной свободе В зале будет тесно Посетители кафе Порой забирают четвероногих к себе Заключаем договор И собака отправляется в дом Если в течение От недели до месяца Все у них хорошо То они просто присылают Видеофотоотчеты Ну и держат в курсе Как у них дела Если нет То они возвращают Мы работаем с января Мы пристроили уже четырех собак У них все хорошо Все довольны И хозяева и собаки А вот Дана пока возвращается в приют Ждать того Кто на этот раз Сможет подать ей Руку помощи Вероника Иванова Дмитрий Кан Новосибирские новости Орудовать щетками И двигать камни Научили ребят средних классов Из Ленинского района В Новосибирске Сегодня прошли Финальные соревнования По керлингу Среди школьников Многие участники С этим видом спорта Только познакомились Но это не помешало им С азартом Бороться за победу Подробнее Лидия Захарова Как тереть щеткой лед До этого турнира Участницы только слышали И видели по телевизору В школьной программе Керлинга нет Но идею провести Любительский турнир Учителя физкультуры Со всего района Восприняли с воодушевлением Помогают ученикам Выработать стратегию Это труд И нужная точность И на тактику Работают дети Смотрят куда камни катать Что правильно разыграть И командные Тоже командные спорта Вместе сообщают Все делают слаженно На льду юные керлингистки Предварительный отбор Прошли 12 из 34 команд Это получается Что финал И уже один раз мы играли Да первый раз Получилось довольно таки Сложновато Вообще до этого Ни разу не играла И потом стало получаться Уже как-то привычнее стало Когда второй раз приехали Камень весит 20 килограммов Но подросткам Направить его уже под силу Юные спортсменки Схватывают на лету И успели Не на шутку Влечься этой дисциплиной Ну со временем Начинает что-то получаться Игра очень азартная На самом деле И они начинают Как бы все свои эмоции Выплескивать Плюс у нас тут тренера Сопровождающие Взрослые рядом с ним Они тут не меньше Переживают То есть у нас тут Прям такие До последнего камня Идет интрига Сегодня соревнуются девочки А вот завтра в финальных поединках Сразятся мальчики Награды победителям Вручат профессиональные спортсмены Лидия Захарова Вероника Иванова Евгений Макаров Новосибирские новости Это все новости на сегодня Быть в курсе событий Поможет радио Городская волна Частота 101 и 4 FM А на сайте nsknews.info Узнаете о том Чем интересен дом Янки Дягилевой На этом все До завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин